МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Восточное обострение. Боевики отреагировали на встречу Нормандской четверки в Берлине новыми обстрелами. Хакасия в огне. Грандиозные пожары выжигают до тла целые села. Коблева уходит под воду. Почему захлебывается Николаевский курорт? Сегодня годовщина фактического начала антитеррористической операции на востоке Украины. В ООН подсчитали, за это время на Донбассе погибли более 6 тысяч человек. Это с обеих сторон. Украинских военных, по данным Генштаба, 1700. Завтра, кстати, два месяца, как на востоке, введено перемирие. Как его соблюдает противник, видно лишь по последним событиям. С прошлой ночи до сегодняшнего рассвета террористы атаковали 29-й блокпост на трассе Бахмутка на Луганщине. Ночью вели огонь по пескам и опытному вблизи Донецкого аэропорта. Обо всем подробнее Геннадий Вивденко. Он работает на линии фронта. Интенсивная канонада на линии обороны опытной опески длилась до середины дня. По данным украинских бойцов, противник понес существенные потери. Бой длился до полутора суток. После незначительных локальных обстрелов на минувшей неделе, неожиданно, просто в Пасху, боевики открыли массированный огонь. Снаряды полетели примерно в тот момент, когда в храмах начали светить куличи. Утро началось где-то в три часа ночи с обстрелов. Поздравили нас, наверное, сепаратисты, так или как их. Духом не падаем. Батюшка приехал, посвятил, с Бога верим. Врасплох украинских бойцов не застали. После вчерашней атаки бой продолжился сегодня утром. Противник применял орудия, запрещенные минскими соглашениями. Из-за аэропорта обстреливали частенько САУшками и минами 120-го калибра. Из крепрайона там недалеко от Терекона. Отвечали, как могли. По данным украинской разведки, вблизи Донецка, районе Спартак, уничтожен склад боеприпасов противника, а также один блокпост террористов. Боевики переходили и в танковую атаку, и она закончилась потерями для противника. С левого фланга, да, заходили два танчика. Че, че, подождите, парни. Говорят, один подбили. Ну, есть такая информация. А кто из чего? Ну, наши ребята, из чего сказать не могу. Потому что это уже говорит о том, какое вооружение используется, дистанция и прочее. Разведчики ежедневно собирают данные. В район Донецка прибывает разнообразное российское вооружение, в том числе танки Т-72 с новейшим оснащением. Завозятся танки. Буквально на днях 11 танков прибыл в район Донецкого аэропорта. Это Т-72. В общем, танки оснащенные квадрокоптерами и новой системой наведения. То есть, когда делается один выстрел, и за ним посылается еще пять в ту же самую точку. Несмотря на ожесточение боевых действий, на передовую продолжают приезжать волонтеры. Сейчас военные получили пасхальные куличи, летние берцы, на улице уже свыше 20 тепла и армейский планшет. Мы уже привыкли так работать, потому что раньше, если бы было страшно, то мы понимаем, что была ситуация, когда был бой и не было планшета. И мы понимаем, что его стороной необходимости планшета, им будет четко делать корректирование и так далее. То может быть у нас не было выхода, они там воюют за нас, а мы не можем тут стоять и ждать, пока закончится бой. К вечеру огонь со стороны боевиков не прекратился, меняется только его плотность. То чаще, то реже бойцы готовятся к возможной попытке прорыва обороны на линии опытной Пески. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. И вот Геннадий Вивденко с нами на связи. Гена, здравствуй. В сюжете ты дал картину происходящего за последние сутки. А что можешь сказать о ситуации на этот час? Общая картина, Леш, такова. Со вчерашнего дня положение дел на фронте обостряется. Если минувшую неделю можно считать достаточно спокойной, то со вчерашнего дня тут настоящие бои с применением бронетехники. Наиболее горячо в районе Донецкого аэропорта. Об этом мы уже говорили в сюжете. По совокупным данным, официальным и неофициальным, можем предположить, что за сутки украинская армия потеряла двух бойцов убитыми и до десяти ранеными. А БСЕ заметила ожесточенность боев, так и написано в их отчете. По версии организации, они пытались препятствовать боевым действиям, однако безуспешно. Только за полдня вчера насчитали более тысячи артиллерийских разрывов. Кроме того, под Авдеевкой произошел стрелковый бой. В Луганской области противник также перешел к атакам. В трехизбинке ночью два часа шла перестрелка. Применяли автоматические гранатометы. Боевики безуспешно пытались перейти Северский Донец. Также противник атаковал и стрелковую позицию украинских войск в районах поселков Жилобок и Троицкая. Леш, на этом пока вся информация. Неутешительная информация, конечно. Спасибо, Гена, за работу. Это был Геннадий Вивденко из зоны АТО. Светлый праздник Пасхи. Боевики там встретили ужесточением боев. Кстати, под канонаду выстрелов встретили Пасху и жители оккупированных городов Донбасса. Сегодня они снова выходили на телефонную связь с нами. Послушайте, что рассказали. Стреляют, очень тревожно. Потом у нас автоматные очереди слышно прямо недалеко от дома. Это мы почти в центре. Ночью, наверное, устроили вчера фейерверк, так называемый. Вообще, если это можно было назвать фейерверком. Люди пугаются, а это просто не развлекается. Очень все тревожатся, потому что боятся, что после Пасхи начнется фейерверк. Продукты питания очень дорогие. Это уж что было в ансторе, который возле церковь. Цены стоят в черточку, значит, российские рубли нашей гривни. Гремна достаточно высокая. У нас очень все дорого. Я думаю, что Пасху, наверное, предельно скоро мы отмечали. Это может быть только ДНР, которые, может быть, получают сейчас достаточно приличные деньги. То остальные пенсионеры и коренное население, конечно, это было очень соскудно, предельно. Они частились залпы с нашей стороны, то есть с Донецка. Ответки практически не слышно. А вот сегодня с другом созваниваются, он живет в районе Березова. Говорит, очень хорошо слышно запуски постоянные в сторону Песок. Пасха тоже прошла, в принципе, под канонадой. Люди опасаются, что опять будет вот это все то, что было до 15 февраля. Действительно очень страшно, и мы переживаем. В 18.00 все закрывается. С хлебом были проблемы, не было хлеба, а с лекарствами постоянно плохо. И все время приходится охопить. Вот я сейчас прошел раз, два, три, четыре, пять аптек. В пяти аптеках я пытался найти. Валидол не нашел. Горвалмента вообще найти невозможно в городе. Его вообще нет. Для сердечников нет. От воспаления бронхов. Я его искал неделю. С трептоцита обыкновенного проблематично купить. Его просто нет. 11 арт-обстрелов за сутки. Вот так прошли праздники в окрестностях Мариуполя. Все подробности у Ильвины Сеидбулаевой. День украинских военных начинается с вражеского минометного обстрела. Договоренность при посредничестве ОБСЕ провести Пасху в тишине оказалась безуспешной. Перемирие боевиками в очередной раз было сорвано. Когда они начинают агрессивно на нашу сторону, скажем, проявлять свои почутки братства, стреляющие в нас, потом, когда мы отвечаем с этой такой маленькой оружием, мы справимся очень вечно. После этого они хотят общаться, хотят перемирия, потому что им тяжело стоять. За сутки российские боевики обстреляли наши позиции 11 раз. Военные говорят, такая интенсивность – рекорд за последние две недели. Спочатку обстрелял позицию украинских военных застрелецкой зброи, потом выкорствовал 120-мм миномет с обороненными Минскими конвенциями, а потом до этого доручил стрельбу с танков. Последствия обстрелов ощутили и жители села Подширокино. Это Бердянская, Сопино и Лебединская. Двери сами открываются и закрываются от такого выстрела. Лопаются потолки, вот полопались, замазал, он опять лопается. В кухне кафель подходил от дребезжения, от выстрелов. Из-за вражеских артобстрелов многие жители прифронтовых сел оставили свои дома. Некоторые приезжают только изредка посмотреть, что жильем или навестить родных. Илона приехала к бабушке на Пасху, с собой взяла портфель с учебниками. Вечером будет делать домашнее задание. Я ходила только в детский сад. А в школу меня перевели в город, потому что здесь как по обстрелам учиться невозможно. Ну и скучаю по школе, по детскому саду. Хочется мне постоянно домой, домой, домой. Вообще невозможно. В селе Лебединском всего пару недель назад дали свет. Вода есть, но колодец один на несколько сел. А вот мы и добираемся. В Сопино сюда ездим за водой, потому что в Сопино нет воды, нет света. Свет бывает, но отключают очень часто. Наша разведка наблюдает передвижение вражеской техники. Однако ее количество неизвестно. Эльвина Сидбулаева, Владимир Дедов, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Эльвина Сидбулаева сейчас с нами на связи. У нее узнаем самые последние новости. Эля, здравствуй. Что сейчас происходит на Мариупольском направлении? Да, Леша, буквально пару часов, как на Мариупольском направлении, не слышно запах тяжелых орудий. Однако ситуация остается напряженной. Кроме Широкина и Павлополя, российские боевики обстреляли гранитные, применили запрещенный, согласно Минским договоренностям, 120-мм миномет. Кроме этого, до Мариуполя доносили звуки выстрелов. Но, как уверяет руководство сектора М, это наши военные проводили учения на одном из полигонов. На этом у меня все. Леша. Спасибо, Эля, за работу. Это была Эльвина Сиит-Булаева. Она работает в Мариуполе и окрестностях. Все это усиление обстрелов на Донбассе, военная декорация к очередным переговорам нормандской четверки. Так считает посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулева. Об этом написал в своем твиттере. Министры иностранных дел нормандской четверки соберутся сегодня в Берлине. Встреча начнется в 9 часов вечера по Киеву. Главные дипломаты Германии, Франции, Украины и России будут говорить о выполнении минских договоренностей. И тем временем в Германии обсуждают еще одну встречу. Саммит Большой Семерки. Кто предложил пригласить на него Путина? И что ответили немецкие политики? Татьяна Лагунова подробнее. Германия готовится к саммиту Большой Семерки. Он состоится в начале июня в Баварии. В замке Эльмау соберутся лидеры семи стран. Приглашать туда Путина и снова расширять семерку. До восьмерки хозяева мероприятия немцы не будут. Это еще раз подтвердил министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Заявление он сделал в ответ на обращение лидера фракции Левы в Бундестаге Грегора Гизи. Тот через СМИ призвал власти Германии пригласить на саммиты Путина. Мол, без России не решить глобальных мировых проблем. Штайнмайер ответил безапелляционно. Россия сможет вернуться в клуб, только если будет уважать целостность единства Украины. И выполнять минские договоренности. На слова Штайнмайера уже отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал то же самое, что и Грегор Гизи. Мол, обсуждение глобальных проблем без России будет неэффективным. Это не первый саммит организации без участия России. Ее членство приостановили в прошлом году после аннексии Крыма. Тогда восьмерка стала семеркой. Саммит перенесли из Сочи в Брюссель. И прошел он довольно успешно. Татьяна Лугуна, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Злится Москва не только на Большую Семерку. Не добавляют Кремлю настроение и масштабное учение НАТО. А в Альянсе даже и не скрывают, что развернули крупнейшее военное учение в Шотландии, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою мощь в ответ на угрозы со стороны России. Вообще, Joint Warrior традиционный военный сбор. Проходит два раза в год. Но в этот раз учение самое масштабное за всю историю. 55 кораблей, 70 воздушных судов и 13 тысяч моряков. Солдаты, летчиков из 15 стран отрабатывают тактику борьбы с подводными лодками и другие задачи. Учение менее масштабное, но вот уже поближе к России, проходят в эти дни и в Литве. В них участвуют военные из США, Польши, Португалии и Литвы. Всего около 450 человек. И впервые специально на маневры через океан Соединенные Штаты прислали самоходные гаубицы «Паладин». Жестокие учения для спасательных служб России подготовила стихия. Хакасия задыхается от дыма грандиозных пожаров. Те выжигают регион просто дотла. Но не только огнем напуганы россияне. Роскомнадзор посягнул на их свободу. Все подробности давайте узнаем у нашего российского сапкора Данила Русакова. Вот уже в сутки, как сибирский регион Хакасия пытается справиться с последствиями лесных пожаров, вспыхнувших накануне. Огнем объята огромная территория. К ликвидации последствий подключили авиацию, стянули пожарные расчеты. В некоторых населенных пунктах эвакуируют местных жителей. К этой минуте известно как минимум о 40 поселках, где бушует пламя. Огонь подошел вплотную к столице республики. По данным МЧС, 15 человек погибли. Но назвать точной цифрой сейчас, наверное, не может никто. На этих кадрах хорошо виден масштаб происходящего. А пока где-то за Уралом все дружно борются с реальными пожарами. В Москве решили контролировать, как бы не заискрило в мире виртуальном. И сегодня разрешили Роскомнадзору читать содержимое личной переписки в соцсетях. Речь об Одноклассниках, ВКонтакте и, по всей видимости, Фейсбуке. Причем постановление санкционировал сам Дмитрий Медведев. Большой любитель новых технологий, айпэдов и айфонов. Кстати, у Медведева тоже есть своя страница в социальных сетях. Вот она. И будут ли читать его переписку компетентные органы, не уточняется. Формальная причина происходящего – облегчение работы правоохранителям. Хотя вопрос о тайне личного общения здесь и прежде как-то не стоял. В том, что те, кому нужную переписку читают, уже много лет уверены и оппозиционные политики, и чиновники, и даже журналисты. Данил Рузагов, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал «Интер». Был морской курорт, а стал город на воде. Коблево, туристическая жемчужина Николаевской области превратилась в Венецию. Кто виноват, подробности узнавал Кирилл Ющишин. Уже через неделю в Коблево должен был стартовать курортный сезон. По крайней мере, так планировали местные власти. Вблизи села, вдоль Черноморского побережья, около полусотни пансионатов. Планировали работать на полную и заменить украинцам дорогостоящий заграничный отдых. Но в конце недели погода внесла свои коррективы. Больше суток дошли. А нет ни где сутки, надо, чтобы сутки поробили. В воде некуда деваться. Вот рядом база, там в подвалах вода полностью стоит. Если само Коблево не затопило, то в его туристической зоне, а это в пяти километрах от села, вода местами поднялась до полуметра. Причина банальная. Активная застройка побережья и, как следствие, неработающая ливневая система. Ведь застраивая все новыми и новыми пансионатами, предприниматели просто отрезали природные пути отхода воды. Сыграли свою роль и активные обильные осадки, которые обружились на Коблево этой весной. По дороге была, но она не работала, потому что здесь песок. Ее первый же год заилило, замулило. Как собираются решать проблему местной власти, узнать не удалось. Сельсовет на замке выходной. Ну а работники турбаз не унывают. Сейчас в Коблево почти летняя погода и вода начала уходить. Есть шанс принять туристов вовремя. Мы готовы хоть сегодня. 5-10 сантиметров в день уходит. Ну еще неделя и все. А вот если летом, конечно, такое будет. Не знаю, как работать будем. А пока после такого потопа в Коблево ждут не только туристов, а и пришествия комаров. Кирилл Ючишин, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер Николаевская область. Это не все подробности понедельника. Смотрите во второй части программы. Сатирой по политике. Депутатов, министров, чиновников взяли на карандаш. Веселые старты. Клинтон собралась в президенты и уже наделала много шуму. Неправильные пчелы. Патриотично-эротическое шоу от российских школьниц взорвало интернет. Супруга президента Марина Порошенко поздравила с праздником Пасхи раненых бойцов. Вместе с детьми она побывала в главном военном госпитале. Пообщалась с участниками АТО, вручила их пасхальные корзины с куличами. И пожелала следующую Пасху встретить с близкими в мирной Украине. Посетила первая леди и центральный клинический госпиталь пограничной службы, где побеседовала с ранеными и осмотрела центр диагностики и реабилитации. А бывшая первая леди США решила все же стать самой первой во всей Америке. Хилари Клинтон начала свою предвыборную кампанию и начала очень ярко. Что показала Хилари и чего Украине ожидать от этого кандидата на должность президента. Подробнее об этом мой коллега из Вашингтона Дмитрий Еловский. Хилари Клинтон наконец объявила о своем намерении принять участие в президентской гонке 2016 года. Сделала она это в духе времени, начав кампанию через социальные сети, выложив в интернет свой предвыборный рекламный ролик. Америке нужен лидер каждый день. Я готова стать этим лидером. А вы можете не просто стоять в стороне, вы можете быть впереди и оставаться лидерами. Ролик получился очень удачным и спорным. Его за сутки посмотрели уже 2 миллиона зрителей. Хилари Клинтон обращается не только к традиционным американским ценностям. Там есть имигранты, которые открывают свой бизнес на территории США. И, кстати, они говорят на испанском, как бы обращаясь к латиноамериканским избирателям. Есть и в этом видео гей-пара, которая готовится к предстоящему бракосочетанию. Ведь в большинстве американских штатов уже узаконили однополые семьи. Этим летом я женюсь на человеке, который мне действительно очень важен. Говорят, что эта пара даже пригласила Клинтон на свою свадьбу. Но ответа в нее пока что не последовало. В целом ролик показывает современную Америку с ее надеждами, устремлениями и ожиданиями. Все чего-то ждут. Кто-то пополнение в семье, кто-то переезда. Ясно, чего ждет и сама Хилари Клинтон. А демократической партии она явно будет не единственным кандидатом. Поэтому надеется пока на то, что демократы выдвинут именно ее. Барак Обама уже поддержал своего бывшего гостсекретаря, сказав, что из нее получился бы отличный лидер. Хилари когда-то проиграл ему номинационного движения от партии. Но теперь Обама баллотироваться не может. А Клинтон по праву считается одним из самых влиятельных демократов. Хотя она часто критикует Барака Обаму, например, за его такую нерешительность. То же самое она говорит и в адрес европейских лидеров. Особенно, когда речь заходит об Украине. Об этом стало известно благодаря мэру Лондона, Борису Джонсоном. Он рассказал прессе подробности своего недавнего завтрака с кандидатом Клинтон. Она снова и снова возвращалась к одной и той же мысли. Европейцы, по ее мнению, ведут себя как слабаки в отношениях с Путиным. Вспомнил Джонсон, добавил, что это, ну, как бы не дословная цитата, а просто пересказ их деловой встречи. Мэр Лондона был поражен тем, что для Хилари главной темой был именно Путин. Она опасалась за страны Балтии и ругала глав стран ЕС. И сегодня же появился еще один кандидат, на сей раз от республиканцев. Это сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Он заявил, что готов стать президентом и, цитирую, у него уникальная квалификация. Но гонка за овальный кабинет ведь только начинается. Самое интересное еще впереди. Америка ждет, когда в битву включится другой представитель довольно известной политической династии. Это Джеб Буш. И, судя по всему, в финал выйдет именно он и Хилари Клинтон. И еще об одной женщине, ее папе и выборах. Отец Марин Липен отказался идти первым номером списка Французского национального фронта на региональных выборах в конце года. Почему и кому стоит рассчитывать на его место? София Гордиенко подробнее. Марин Липен всегда была папиной дочкой. Даже когда ее мать развелась, осталось жить с отцом. Ну а рано или поздно пубертатный кризис наступает у всех. Правда, у Марин он пришелся на 46 лет. Дочь гневается на папу из-за его вредности и ретроградских высказываний. Он на нее за непослушание, мол, умничает слишком много. В общем, все как у всех. Французы с интересом ожидали продолжения скандала, но неожиданно сегодня папа объявил. На выборах первым номером в списке в регионе Приванс-Альпы Лазурный берег он не пойдет. Принял такое зрелое и волевое решение. Правда, уступив в одном, Жан-Мари отщебучил снова в другом. Сказал, что вместо себя хочет видеть только одного человека, чья фамилия тоже Липен. Знакомьтесь, Марион Маришаль, внучка знаменитого деда и племянница не менее знаменитой тетки. Красивая, популярная, но такая же ультраправая. И может быть достойной конкуренции Марин. Так что занимательный сериал «Семей Калипенов» продолжается. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Киеве милиционеры остановили на улице шведского предпринимателя Андерса Ослунда и требовали от него взятку. В этом он сам обвинил их в своем твиттере. Ослунд, предполагая, деньги требовали просто потому, что он иностранец. И добавил, здесь я процитирую, к сожалению, как и раньше, украинская полиция все еще совершенно коррумпирована и ищет любую возможность, чтобы подзаработать. По словам Ослунда, никаких обвинений ему так и не предъявили и отпустили домой. В прислужбе столичной милиции нам сказали, что об этом инциденте они ничего не знают. Реформами не порадовали, так хоть на карикатуры вдохновили. Депутаты, министры, чиновники стали героями одной из выставок в столице. Узнавала персонажи Екатерина Лысенко. Чтобы Рада опять не стала с Радой и парламент не превратился в банку с пауками. Несколько стендов здесь посвящены Верховной Раде. Здесь и жизнь депутатов до выборов и после них, депутаты на шахматной резке и кто за что себя продает. Черные короли обмениваются с белыми валютой, а пешки машут саблями. Вход в парламент, как выбор между ангелом и бесом. Это украинский политикум глазами художника-карикатуриста. На соседнем стенде рисуются чиновники из прошлого, Янукович на двух стульях и Азаров. В 2010 он еще у власти, в 2014 уже беглый и уже не премьер. А рядом одна из последних карикатур – компартия и мусорка. Художник Андрей Потапальский рисует почти 30 лет и все с политическим окрасом. В альбоме избранных работ самое ценное – проиллюстрированные дебаты, обещания, дележки и реальность. Страшный сон депутата. Вот представляете, депутат просыпается, и вдруг, маленький такой, он не может нажать на кнопку. Знаменитая картина – многорукий депутат, витающий на сессионном зале. Актуальна во все времена. Тема тоже очень знакомая, и она перекочует от фракции к фракции, от года к году, и она остается нетронутая. Кто бы ни пришел к власти, все равно злоупотребляет одними тем же. Хотя бы всем, раз и навсегда нужно запретить, проголосовал за кого-то – будь добр. Либо штраф лучше всего – карали деньгами. Клянусь вам. Как бороться с кнопкодавами, новый парламент еще не придумал. Зато за полгода своей работы за трибуной устраивали парад популизма, а в куларах демонстрировали кулачные бои. Сами же нардепы, а себе же, тоже говорят сарказмом. Я не знаю, как рисуют дурдом, но я бы нарисовал как раз дурдом, и народ в виде врачей, который стоит с галлоперидолом, а сумасшедшие с галлоперидолом не выходят. Других вариантов у меня нет. На самом деле, в этом парламенте и смех, и слезы. Вы же сами это видите. Поэтому все думали, что все поменяется. Однако мы видим практически реставрацию старой системы. А вот это грустно. Тут не до смеха. Дешевый политический театр, потому что дешевые и актеры, значит, непереконливые. Я вообще всех людей завжди асоциирую с какими-то животными. У меня завжди. Вот я смотрю на человека, вижу, что это на бедра похож, это на гиену, то и на вовка, то и на льва, то и на ведмедя. Я бы очень хотела, чтобы этот дом был такой европейский зоопарк. То, что мы сейчас делаем, оно, конечно же, когда чистишь шовги и конюшни, есть определенный запах. Есть определенная грязь. Тут уже есть полностью, так бы можно сказать, карикатура на самопомощь, уже есть. Тут ты садишь барона Мюнхгаузена, когда он себя вытягивает из болота, возьми и сделай, сам себе допоможи. Блок ВПП я бы наглядывал великой ковдрой такой. Причем, знаете, как у бабушки была ковдра из разных кусочков? Такая, она очень разная. Ну, серьезно, я бы снова оставил морковь и капустой. Через одного морковь и капуста, морковь и капуста, морковь и капуста, морковь и капуста. Художник Андрей Потапальский новый парламент еще не нарисовал. Говорит, сейчас боится ошибиться в выводах, мол, времени прошло не так много. Его мастерская на Майдане на заложенности. Из окон видна стелла независимости и герб из лампадок. Он поддерживал революцию достоинства. И пожелание у него только одно. Слишком много жертв, понимаете? И эти жертвы, их могло быть не быть, если бы в свое время политики наши сделали нужный акцент. Те люди, которые сейчас пришли, они ни в коем случае не должны допустить до таких же событий. Вот и все. Екатерина Лысенко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Ученые разложили на формулы хипстеров. Российские школьницы сплясали, да так что на весь мир прославились. И где глава государства сошел с рельсов. Все узнаем из обзора. Президенту в трамвае не место доказано лидером Польши. Бронислав Комаровский катался на ретро-трамвае в городе Константинов-Лоцкий. Но что-то пошло не так, машину сильно тряхнуло и вагон сошел с рельсов. Скорость при этом составляла не более 15 километров в час. До сих пор неясно, что стало причиной аварии. Комаровский отшутился, мол, спокойно, это не провокация. Патриотично-эротическое шоу от российских школьниц. Танцевальный ансамбль девочек в коротких юбочках продемонстрировал все свои умения. Двигали определенными частями тела, от юбочек по ходу представления избавились и остались в оранжево-полосатых купальниках. Остается догадываться, расцветка намекает на геогиевскую ленточку или на пчел. Ведь в номере, кроме девочек, участвовал и большой бурый медведь. Формула для хипстеров от французского математика. Ученый составил уравнение, доказывающее, что все оригинальные личности вовсе таковыми не являются. Согласно теории, нон-конформисты настолько пытаются выделиться из толпы, что в итоге выбирают одинаковые образы. Они слишком заняты отрицанием тенденций, чтобы хватило времени на создание чего-то неповторимого. Яркие волосы, нелепые очки и винтажная одежда. Максимум, на что способны хипстеры. Сокровища, которых Лувр еще не видел, в Парижский музей везут драгоценности древней Фракии. Сундуки с золотом, бронзой и каменными скульптурами отправили из Болгарии. Их собирали из фондов и хранилищ всей страны. И уже завтра во Франции откроется экспозиция эпопея фракийских царей. Цивилизация, которая существовала еще во втором тысячелетии до нашей эры. И транспорт, и мясо, и молоко. Верблюды в Пакистане удостоились собственного фестиваля. Причем оценивают их исключительно по степени полезности в хозяйстве. Самый главный критерий – надой. Считается, что молоко верблюдицы полезнее и лучше, чем коровьи или козьи. Десятки животных и их хозяев доказывали это в борьбе за трофей. Много маленьких гитар в одном месте. На Тихоокеанском острове Таити установили рекорд Гиннесса по игре на укулеле. Собрали самый большой в мире ансамбль – 5000 человек. Гитаристы из разных стран мира, не только местные, но все в ярких национальных костюмах и цветах, собрались на стадионе, где по команде отыграли несколько песен. Учитывая, что репетиции заранее не проводили, концерт удался. Защищайтесь, сударь. В Лондоне ожидается настоящая дуэль на мечах с участием видного политика. Кто кому бросил перчатку и почему, узнавала наш сапкор в Лондоне Светлана Чернецкая. Историческая дуэль должна состояться в самом центре Лондона, в Гайдпарке. День поединка предстоит выбрать лидеру партии «Юкип» Найджелу Фараджу. На бой политика вызывает самый что ни на есть настоящий польский князь. Янов Зелинский заявил, что его авторбляют. Высказывания Фараджа, он просто обязан защитить свою честь. Мол, именно так поступали аристократы в 18 веке. Вызывали обидчика на дуэль. Намерения князя серьезны. Даже оружие подготовил. Это меч его отца. Капитан Андрей Зелинский в 1939 отличился в боях под Варшавой. Он спас от нацистов около 6 тысяч евреев. Я сын своего отца, во мне течет его кровь. И я понял, что сейчас мне нужно встать на защиту своего народа в Великобритании. Мне уже надоела дискриминация моего народа в этой стране. Особенно возмутило идиотское высказывание мистера Фараджа, что мигранты виноваты в пробках на трассе М-40. Хватит, мистер Фарадж. Обо всем этом он рассказал в открытом видеообращении. Сам Зелинский родился и всю жизнь провел в Лондоне. Но и с британским паспортом все равно остается поляком. Поэтому обвинение политика в том, что мигранты виновны во всех бедах Великобритании, принимает и на свой счет. А Фарадж действительно не стесняется в выражениях. Мы не хотим, чтобы в нашу страну приезжали люди с уголовным прошлым, неизлечимо больные люди. Мы хотим, чтобы сюда приезжали люди со своей медицинской страховкой и не претендовали на финансовую помощь от государства сразу же по приезду. Весь день журналисты обрывают телефоны Офиса партии независимости Великобритании. Как же реагирует на вызов ее лидер? Сам любитель провокаций Фарадж в этот раз молчит. Конечно, маловероятно, что бой состоится. Как минимум потому, что дуэли в Великобритании запрещены законом. А еще, предвидя отказ, польский князь предложил альтернативный вариант. Дуэль словесную перед телекамерами. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Это были главные новости понедельника. Спасибо, что смотрели и до встречи в подробностях.